Мы шукаем, у нас дудушку веснянку скрали. Что? Нету жародейную. Вы что, бездежь весна не надыти. Я ушел, правда. А сей ухтушку перетворился. Ну и справа. Что робить будем? Я ныне хай до дядюшки в поляну идусь. Слушай, а мы попробуем злой девочек шукать. Не-не-не, мы с вами. Мы до дядюшки без дудушки не пойдем. Игорь Сидорчик, Татьяна Яковлева, Ирина Пушкарева. Такую плеяду известных белорусских персон нечасто встретишь на одной сцене. Тем более в рамках детского спектакля. Однако и мюзикл не совсем обычный. Не зря в прессе его окрестили театральным открытием 2016-го. На сцене вместе с профессиональными актерами и юными артистами студии выступают и особенные ребята. Дети с таким непростым диагнозом, как аутизм. Мы очень хотим показать, что особенные дети, которых вы видите на сцене, это не инвалиды, а равные люди нашего общества. Что у них должно быть будущее. И они этого заслуживают. Они наравне со всеми учат роли, разговаривают, танцуют. Вы их не заметите. И наша цель, чтобы те семьи, которые до сих пор не могут выйти и стесняются своих детей, чтобы они понимали, что выход есть. Что есть возможность. И социализация наше общество, когда принимает таких детей, оно дает им не просто шанс. Они становятся такими же, как мы, людьми. С будущим. Волшебная флейта. История о чудесном спасении весны, о торжестве красоты и радости в мире. Сюжет разворачивается вокруг малышей, таких добрых и искренних, верящих в чудо и сказку, которые на самом деле происходят. Причем не только в рамках мюзикла. Особенные ребята на сцене раскрываются творчески, напоминая взрослым о своих недетских безграничных возможностях. Наши эти туры, они очень сильно взбивают эту историю. То есть информация, по крайней мере, пошла. И мы видим в зале, я видел в нескольких городах, это давалось пообщаться, люди, которые приходят, у которых дома эта проблема, они выходят после спектакля с пониманием, что, наверное, есть выход. Что все не тупиково, что, ну, то есть двигаться надо. Понятно, что это общество должно очень сильно помогать в этой истории. Это не сделается никаким театром. Но показать, как может быть, и сказать, что может быть, чтобы это многие увидели, это хороший инструмент. Проблема аутизма, к сожалению, с каждым годом становится все более актуальной. Как социализировать таких детей? Задача, которую ставят перед собой родители и педагоги. Спектакль «Волшебная флейта» – это наглядный пример того, как можно и нужно работать с особенными малышами. У нас в Брестской области проживает более 130 ребят, страдающих аутизмом. А в целом по республике банк данных насчитывает более тысячи таких детей. И это такая актуальная проблема, потому что ребят с аутизмом ежегодно становится все больше и больше. И, конечно же, нам нужно совместными усилиями социализировать ребят, совместными усилиями думать, как им помочь, потому что мы сегодня сможем убедиться в том, что это такие же талантливые ребята. Уникальную в своем роде постановку брестская публика ждала с нетерпением. Свободных мест в зале не наблюдалось. Часовой спектакль прошел на одном дыхании. Его подвижность, насыщенность диалогами, вокальными и танцевальными номерами, вставками не дала зрителю заскучать ни на минуту. Брещане с удовольствием аплодировали и с горящими глазами встречали каждого нового героя. Их ожидания оправдались. Я пришла сюда посмотреть, как выступают не совсем здоровые детки. Я очень хочу, чтобы они не думали, что с ними никто не дружит. И я хочу очень с ними подружиться.